привет сегодня мы с вами обсудим как решить проблему с запуском tower of fantasy я порылся в интернете и нашел множество проблем связанных с работоспособностью tower of fantasy или наоборот с плохой работой этой игры либо запуском вообще либо проблема обновлений давайте сейчас с вами посмотрим более популярные проблемы озвучим и посмотрим как можно их решить что делать если лаунчер создает пустую папку и вылетает здесь все очень просто нужно запустить лаунчер повторно выбрать путь к той самой пустой папке и проблема будет решена лаунчер будет вернее игра будет загружаться снова далее игра запустилась на китайском языке и не дает поменять его на другое чтобы решить эту проблему нужно на пока удалить файл майк кучерный по указанному пути путь я ухожу в описании папка с игрой папка хотто далее папка контент заходим в папку патч пак и там находим майк лучшины и удаляем его решение понять далее аккаунт картер 2618 и already lodged into the game with this account это означает что сервер перегружен и решением этой проблемы будет то что нужно попробовать перезапустить игру или немножечко подождать вот такое вот решение далее идет ошибка обновления апдейт это на компьютере нужно перезапустить лаунчер запустить его от имени администратора или проверить файлы игры на целостность я надеюсь что каждый знает как это делать на android и на ios нужно просто перезапустить или переустановить игру с подобной ошибкой далее идем к проблеме подключения к серверу и бесконечной очереди ну это ошибка на стороне разработчиков сервера оказались не готовы к такому наплыву игроков и разработчики уже сообщили что ведутся работы и они постараются наладить ситуацию с логином или входом в игру если сервер переполнен то идите на другой сервер либо продолжайте стоять в очереди это мы уже обсуждали в комментариях системные требования tower of fantasy это как раз таки первое что нужно будет проверить и сейчас естественно нужно иметь представление о возможности вашего железа при минимальных при минимальных требованиях операционка должна быть семеркой при первый пакет 64 бита процессор должен быть intel core i5 или другие схожие сборки оперативная память 8 гигабайт видеокарта nvidia geforce gt1030 ну и direct x 11 версии место на диске должно быть 25 гигабайт и широкополосный доступ к интернету рекомендованы требования операционка windows 10 64 бита процессор intel core i7 оперативная память 16 гигабайт видеокарта nvidia geforce gt1060 на 6 гигабайт и direct x 12 версии место на диске 30 гигабайт и широкополосный доступ к интернету на android требования операционки начиная от android 7 0 оперативка 4 гигабайта и больше на айфонах версии операционки начиная от и с 12 0 и iphone 8 плюс до оперативная память 4 по этой больше более широкий список можно в интернете посмотреть и для детальнее по каждому устройству пройтись так далее товар о фэнтези не запускается на windows 7 на десятке и 11 ну вот такие вот сбои возникающие в момент старта игры занимают хорошую половину от всех известных технических неполадок игра поддерживает ну минимум седьмую версию windows особенности в том что появление вот предупреждающего окна с описанием ошибки или мгновенный вылет после запуска зависание на черном экране и так далее несмотря на большое количество факторов вызывающие ошибки подобного типа на практике их устранение не вызывает серьезных трудозатрат разобрать нужно следующее вот отсутствие программного обеспечения ни одна современная программа она не будет корректно работать без набора исполняемых библиотек директ x компилятора microsoft visual c плюс плюс и программная платформенная фреймворк то есть вот это как раз таки может быть причиной а при скачивании приложения с официальных источников вот например как в стиме да мы кончаем и все автоматом это устанавливается не нужно там самому выбирать эти библиотеки и то есть нам это не нужно то есть нужно делать как раньше мы устанавливаем отдельно каждую библиотеку которая нам надо если у вас уже возникла такая проблема берем ищем интернете библиотеки и устанавливаем недостающие я вам скажу так что при проверке допустим можно зайти в пуск программы установка удаления программы таким образом мы посмотрим какие у нас уже библиотеки установлены и загрузить можно недостающие конечно можно попробовать какой-то авто обновление вернее автоустановщик какой-то скачать который бы проверил нам это все но я лучше советую делать все вручную потому что каждый каждый клиент который загружает это все он несет какие-то дополнительные программы он вернее установки дополнительные программы которые нам совсем не нужны просто заходим на официально официальный сайт microsoft и там смотрим direct text визуал c++ и нет фреймворк отсутствие таких библиотек это как раз таки проблемы некорректной установки игры или дополнительного программного обеспечения ошибка характеризуется появлением окна с названием конкретно недостающие библиотеки там системная ошибка длл допустим библиотек это как раз таки библиотеки длл недостающие для решения необходимо переустановить саму игру или компоненты для нее все очень просто режим совместимости это следующая проблема на практике проблема совместимости возникает при попытке запуска старых игр на новых системах для этого microsoft предусмотрела целый комплекс мер и мы эмулирующий работу операционки в прошлых версиях значит как запустить приложение в режиме совместимости нужно кликнуть правой кнопкой мыши по ярлыку запускаем игры и перейти свойства выбрать вкладку совместимость в открывающемся меню можно запустить автоматическое средство устранения проблем совместимостью или самостоятельно выбрать режим ориентируясь на год выхода игры универсальным вариантом для старых продуктов является режим windows xp пакет обновлений 3 разделе параметры сдаются дополнительные свойства tower of fantasy лагает фризит и вылетает и зависает в этом в этой вот проблеме мы рассмотрим несколько вариантов таких ошибок но вот первое это не соответствие системным требованиям несмотря на то что указаны разработчиками требования к системам пользователей никогда не являлись достоверной гарантии работоспособности или не работоспособность игры необходимо учитывать их при покупке недостаток в производительности и как следствие лаги в играх можно частично нивелировать следующими способом изменения приоритета здесь вот очень важно нужно зайти в диспетчер задач кто не знает control shift escape мы нажимаем когда игра запущена уже мы заходим в подробности и ищем ярлык данной игры нажимаем правой кнопкой и если не ошибаюсь 4 сверху указывает нам задать приоритет вы наводите на эту кнопку и открывается открывается окошко с приоритетом вот нужно ставить высокий потому что реального времени сильно так сказать за затмит другие процесс нужно ставить высокий чтобы не столкнуться с синим экраном смерти до чтобы мира будет вылетать не только еще и вылетит система поэтому ставим все приоритет высокий еще такой момент есть точная настройка графических параметров каждого есть свои видеокарта современные игры оснащены гибким настроечным меню позволяющим подобрать идеальный баланс производительности и качество вот нам можно будет ползуночек передвинуть в nvidia я точно знаю что потому что на карта nvidia и мы можем зайти в панель управления nvidia и вот настроить все там сразу когда мы открываем панель управления мы видим перед собой регулировку настроек изображения и внизу ползунок на производительность либо на качество можно также зайти в управление параметрами 3d и сделать настройки пользовательские то есть подключать все что вам нужно и все что вам не нужно то есть там все это можно кстати прописать количество кадров запускаемых ну в общем все 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 что хотите как раз там все можно изменить есть еще хороший вот такой компаньон geforce experience автоматически оптимизируют игры когда вы устанавливаете желательно да все это по устанавливать потому что уже бы игры современные они оптимизируются автоматически все это происходит также geforce experience касаемо nvidia да то он позволяет обновлять драйвера свои видеокарты самостоятельная и оптимизирует их под игры с помощью бесплатных утилит можно конечно все это делать и подгонять компьютер разгонять его как-то до устанавливать там чистить что-то но я не советую советую вот допустим какой-то клинер скачать да и там почистить один раз кэш и либо от вирусов что-то почистить советую доктор вебом пользоваться это безопасном режиме потому что вирусы более уязвимой да и удаляются и них нет возможности перебраться какой-то другой диск так ну давайте так разгонять мы не будем тоже это не подходит если у вас железо хорошее то и разгонять принципе не надо я еще с посоветую конечно у кого стоит hdd до жесткие диски то их можно было бы заменить на ssd уже давно даже ясно своем ноутбуке старом уже давно поставил ssd шник вот устаревшие программное обеспечение для видеокарт вот такая проблема она показывает что выход каждой нашумевшей игры он сопровождается релизом из естественно и специального драйвера для видеокарт nvidia geforce либо amd шки изначально разрабатывалась под новинку да он призван обеспечить максимально возможную производительность в первые дни после релизного периода и чтобы установить последнюю версию графического драйвера необходимо просто скачать вот компаньон как я говорил до geforce также amd можно скачать по моему software адреналин называется 2020 года ну в общем посмотрите иногда новая версия драйвера может ухудшить производительность как самой игры так и всего пока в целом в каждой ситуации рекомендую воспользоваться старыми версиям программного обеспечения ну то есть можно там до него скачать удалить этот драйвера и скачать до него можно это вручную все сделать заходим на официальные архивы и и все дела так может быть еще ошибка такая конфликт с антивирусом или фаерволом некоторые программы обеспечивающие защиту пользователя в интернете они могут дестабилизировать работу онлайн проектов чтобы этого избежать я советую изначально заносить новое приложение в список исключений или просто вообще все эти фаерволы защитники подключать в службах если нужно если вы не знаете как это сделать то мы заходим все очень просто control shift escape заходим службы открываем службы от имени администратора ну или просто открываем службы и бой в расширенный заходим до в локальное и таким образом мы отключаем все вот службы которые связаны защитой обновлениями системы центр обеспечения безопасности все это мы останавливаем и отключаем если у вас нет возможности отключить это все как зачастую да у нас блокируется возможность отключения потому что они достаточно прав или еще что то такое то мы можем спокойно отключить их через консоль через вернее через командную строку командная строка можете почитать в интернете как через командную строку отключить защитника или бренд мауэр это вообще можно отключить через пуск заходим пуск пишем в поисковике бренд мауэр и там далее идет сети бренд мауэр которая нужно включить там функции отключения и включения то есть вы зайдете поймете как его отключать я думаю с этим сталкивались вы в этом знает плохая оптимизация вот такая ошибка такая проблема у нас вызывает ошибки всяких фризов лагов то так же само и это одно из следствий нерационального использования времени это скорее всего уже неверная оценка собственных сил проблем с менеджментом и кранчи которым и грешат сами студии от мала до велика последние несколько лет игрокам только остается надеяться на добросовестное отношение разработчиков собственной аудитории и ждать своевременных выходов фиксов и патчи не тех фиксиков которые вы подумали а я имею ввиду исправлений по оптимизации недостаточное охлаждение превышение температуры графического чипа видеокарты или кристалла процесса свыше заявленных производителем значения не только крайне пагубно сказывается на производительности но и снижает срок службы всего оборудования но здесь уже лазить железе нет смысла и вы будете работать с тем что у вас есть вот мы не будем здесь не брать этого внимания лучше возьмем вот такие вот моменты как запуск от имени администратора здесь нужно предоставить приложению неограниченный доступ к системе игрок автоматически избавляется от ряда нежелательных проблем то есть запустил от имени администратора через правую кнопку по ярлыку свойства и далее там поймете галочку ставим свойства запуска от администратора и ставим не только саму саму игру а еще и лаунчер это обязательно еще может быть проблема с названием корневой папки игры всякие кириллицы и пробелы символы это тоже недопустимо все это выключаем ставим при ставим путь установки игры именно тот который указывает сам клиент время и дата также можем поставить соответствующую синхронизирующим с реальным временем то есть чтоб не было ни позже ни раньше вот ставим дату которая сегодня не время также сам вирусы на компьютере ну ребят с вирусами вы сами должны разобраться это если ничего прям вот не поможет не переустановка драйверов все эти моменты просто берем ребят удаляем все с компьютера чистим его от вирусов лучше конечно все это форматнуть преждевременно можно скинуть на какой-нибудь жесткий диск форматнуть переустановить систему естественно та которая по требованиям хотя бы минимальным соответствует и все по устанавливать и попробовать еще раз когда это прям вот сто процентов решит вашу проблему я если честно так всегда и делаю просто все переустанавливаю с нашу систему это вообще самый решающий способ но и в принципе на этом у меня все кому было полезно ребятки ставим в любом случае лайки подписывайтесь на канал буду помогать вам решать вот такие подобные проблемы новые игры еще впереди будем вместе их как-то решать и смотреть что там не так с вами был евген пишите комменты задавайте вопросы пока удастся на нашу систему Субтитры сделал DimaTorzok